СОЛИГОРСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ В школе действует клуб юных болельщиков Солигорской команды, курирует который педагог-организатор 10-й школы Татьяна Зинович. Сегодня в нем состоит около 300 школьников. Основная задача спортсменов – привлечь молодежь к здоровому образу жизни, показать, что спорт – это круто. Поэтому зал был полным. Итак, знакомимся игроки. Алексей Клемятич, Андрей Пилиповец, Денис Садовский, Валерий Синько. Тренеры – Иван Крутов, Станислав Суворов. И заместитель директора ФК «Шахтер» Владимир Кучеров. Наша встреча в этом году с учащимися и педагогами школы номер 10 – не первая, а четвертая. Мы пришли в школу уже по приглашению педагогов в школу. Наша встреча в рамках созданного в 10-й школе клуба юных болельщиков футбольного клуба «Шахтер». Задача какая была наша задача – пообщаться с ребятами. Видите, в зале собралось 250 человек. Мы специально пригласили наших лидеров молодежного футбола, игроков юношеской молодежной сборной Белоруссии, чтобы пообщались, обменялись мнениями, позадавали друг другу вопросы о футболе, о здоровом образе жизни. Мы приветствуем здоровый образ жизни, пропаганду футбола. Мы против спайса, против курения, против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни. В течение часа футболисты общались с ребятами. Вопросов было много. Сколько побед и поражений у команды за год? Какие взаимоотношения у игроков вне поля? Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть в команду? Какие планы на Новый год у игроков? Кстати, что касается плотного графика, к примеру, то Алексей Клемятич признался, что дома бывает от силы раз 10. Кстати, были вопросы и касающиеся любимой зарубежной команды. Как выяснилось, Денис Садовский – поклонник Манчестер Юнайт. Это Станислав Суворов, Барселона. Отличное впечатление. Это у меня впервые. Очень понравилось. Конечно, ребята общительные. Много вопросов. Жаль, что только их остановили задавать вопросы, так как мало времени. Хотелось бы больше пообщаться. Было очень интересно. Авторы лучших вопросов получили памятные подарки от футбольного клуба «Шахтер». Школьникам встреча точно понравилась. Значит, клуб болельщиков и кашахтера. Мы приходим на стадион. У нас есть определенные, как это правильно сказать, ну, кричалки, что ли, я не знаю, как их называть. Вот мы выкрикиваем их, мы болеем, переживаем. Точно так же, как и те люди, которые играют на поле. Футбол для жителей шахтерской столицы всегда был больше, чем игра. Что касается последних новостей, то на прошлой неделе закончилась юношеская лига УЕФА 2016-17 года. На игру с израильским «Макаби» пришло достаточно много зрителей, около тысячи человек. Многие из них – школьники. А самой большой группой поддержки оказалась средняя школа номер 10. Поэтому данную встречу можно считать ответным гостевым визитом футболистов к школьникам. Получилось очень интересно. Много интересных вопросов задали. Ну, очень интересно, да. Что касается вопроса, мне понравился вопрос про Новый год. Он, как бы, такой самый неожиданный, знаете, так как мы собрались по футбольным здесь темам, а тут вопрос избыта, из жизни, как бы, и поэтому я оценил и отдал свой подарок тому парню. Ну, а что касается впечатлений, да, это, как бы, не первая встреча с теми же школьниками. То есть мы в том году и в этом ездили по летним лагерям, как бы, знаете, и не первая такая программа, как бы. И поэтому впечатления всегда положительные, как бы, и я остался доволен, думаю, как и мои партнеры тоже от этого мероприятия. Впечатления положительные отставили от этой встречи. Так как, повторюсь, не первый раз вот это все происходит, и много вопросов было задано, и на всех пытались отвечать мы. Ну, понравилась мне вот эта встреча вся. Какой вопрос отметили? Вопрос? Я вопроса не помню, на который вот девушка задавала. Вот понравилась девушка больше. Руководство ФК «Шахтер» такие встречи поддерживает. Футболисты проводят с учащимися открытые уроки физкультуры, спарринги и даже устраивают для школьников экскурсии на учебно-тренировочную базу клуба. Не каждому выпадет такой шанс. Кстати, сегодня в отделении молодежного футбола занимаются 200 местных и 42 приезжих футболиста, рассказал Станислав Суворов. Самые младшие игроки 2009 года рождения, старшие 97-го. Среди воспитанников Суворова и учащиеся 10-й школы. Одним из этих людей был мой тренер Станислав Владимирович. Также я знал футболистов, ну, дублёрщи составы, тренеры их. То есть я их как бы знал, но было интересно тоже поближе познакомиться. Какие дальнейшие планы? Хочешь играть в основном составе? Хотелось бы, да. Чтобы попасть к нам, младший возраст 2009 года рождения, это стоит лишь, чтобы родители привели его на стадион «Шахтер» к тренеру. Именно по этому году рождения. А если ребёнок приезжий, его задача приехать сюда на неделю, две, может даже больше, полгода, и доказать, что он лучше местных ребят в два-три раза, только тогда мы его оставим на базе футбольного клуба. Интересные факты. История футбола в нашем городе неразрывно связана с летописью Солигорска. Силами энтузиастов была создана футбольная сборная города. Евгений Жевжик, Василий Архипов, Анатолий Нацевский, Григорий Доронин, Виктор Андрианчик и минокрёстных отцов сольгорского футбола. Сегодня футбольный клуб «Шахтер» – одна из сильнейших и авторитетных команд в Республике Беларусь. В конце 2010 года в биографии клуба произошло знаковое событие благодаря указу, подписанному главой государства Александром Лукашенко. У клуба появилась своя собственность профилактории «Жемчужина». Стадион «Строитель» на 4200 мест. Построен в 1973 году. Реконструирован в 2006 году. У футбольного клуба «Шахтер» сегодня действует фан-клуб со своей атрибутикой, речевками и правилами поведения. После встречи автографы и масса эмоций, которыми школьники поделились с нами. Круто! Это один из лучших клубов Беларуси. Я вживую вижу всех игроков, я вживую вижу тренера, я слышу их. Ну, они общаются со мной, ну и со всеми. Ну, и вообще очень хорошая там все равно. Встреча понравилась. Я спрашивала, когда был основан клуб. Очень понравилось. Понравилось. Какие вопросы задавали, как отвечали на них. Шахтер любите? Да. Я первый раз вижу, что столько игроков пришли к нам. Я очень рад, что они пришли, дадали мне карточки. Просто очень много счастья. Я первый раз тоже на встрече с футболистами. Мне очень понравилось, я много чего узнала. Я люблю шахтер. Я сам хожу на шахтер. Уже 4 года. Он понравился очень. Единственный вопрос, который мы не успели задать, это почему они выбрали именно футбол. Так как Даниил не успел задать вопрос футболистам, это сделала я. В футбол пришел в 7 лет. Ну, я уже рассказывал свою историю, как я не ходил из-за компьютерного клуба. Но потом, в 9, в 11 лет я начал ходить к новому тренеру. И после того начал увлекаться сильно уже. Школу прогуливал где-то там. И все вот это. А в шахтер я приехал в 14 лет. Тренер меня отобрал на просмотр. Как бы я спросил, почему именно я. Он ответил, потому что мой тренер с Молодечина на тебя постоянно кричал. То есть выделял постоянно меня. И поэтому он говорит, клемятич, вот, надо его посмотреть. Вот и оказался в шахтере в 14 лет. Начинал я профессионально, так более. Меня отвели в дюж Барановичскую в 9 лет. Ну, я очень сам сильно хотел. Я просил, занимал родителей. И они меня все-таки сводили. Но я считаю, что надо идти заниматься любым видом спорта. Потому что это, ну, это ты не будешь сидеть дома за компьютерами. Ты будешь ходить, развиваться. У тебя будет много друзей, общения. Ну, это физические нагрузки будут. То есть ты сам будешь расти. И будет у тебя здоровое тело. Ты будешь здоровый, не будешь болеть. Это, ну, и самому приятно. Занимаешься, ну, я занимаюсь любимым делом. Для меня это очень приятно. Встреча понравилась? Да, очень. Я первый раз на таких встречах. Это классно. Я буду почаще. Буду звать, буду всегда приезжать. Это очень классно. Говорить с детьми. Что-то они на тебя смотрят так. Ну, уже как повзрослевшие. Не сам чувствуешь себя не ребенком, а уже взрослым. Завершилась встреча, автограф, сессии и приглашениями на футбольные матчи. Мы на правильном пути. Мы приглашаем на футбол детей. Они в сопровождении педагога-организатора приходят на игру. Вход для них мы делаем бесплатный. Мы приглашаем родителей. И вот, пользуясь такой возможностью, мы заканчиваем сезон. Осталось две домашних игры. У нас в городе Солигорске приглашаем любителей футбола, школьников посетить, поддержать команду. Мы боремся за призовое место. Будем, чтобы выиграть в стране, ну, Борисов сейчас чемпион, хотя бы выиграть серебряные медали. Так что все хорошо. У нас все получается. Мы довольны этому общению, этой нашей работой проведенной. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня я вам хочу рассказать о значении спорта в жизни ребенка. Прежде чем начать заниматься ребенку спортом, необходимо выбрать для него то, что ему нравится. То есть это мы делаем каким образом? Можно, конечно, спросить напрямую у ребенка, что ему нравится, чем бы ему хотелось заниматься. То есть предпочтительнее, конечно, понаблюдать за ребенком и посмотреть, куда его тянет. Потом можно составить, в течение недели понаблюдать, к примеру, и потом составить списочек, которые, как вы считаете, ребенку будут интересны. То есть это могут быть, допустим, бассейн, футбол, танцы, да, то есть там какие-то активные, велосипед или еще что-то. И потом в конце недели предложить ребенку этот список и попробовать с ним выбрать. Ребенка необходимо, конечно, как-то мотивировать, но в первую очередь и родители должны быть замотивированы. Поэтому следует помнить, что спорт, во-первых, улучшает здоровье ребенка. То есть это уже естественно, это доказано. Кроме того, ежедневные, допустим, те же зарядки по утрам или регулярные занятия спортом придают ребенку определенную бодрость. Когда вырабатываются гормоны, которые стимулируют нашу мозговую активность, ребенок тогда становится более сосредоточенный, более активный и меньше устает от физических и эмоциональных нагрузок. Спорт еще повышает самооценку ребенка. То есть когда ребенка начинает что-то получаться, да, у него получаются какие-то успехи, он им радуется, родители его активно в этом поддерживают, то, конечно, у него растет и самооценка, адекватная самооценка. Кроме того, у ребенка вырабатывается ответственность за себя, за свои действия, за свои планы, которые он делает, что тоже немаловажно в будущем, в принципе. Конечно же, необходимо родителям помнить, что ни в коем случае не надо давить очень сильно на ребенка. То есть бывают моменты, когда ему правда не хочется идти, и здесь мы можем ему как-то помочь, как-то чуть-чуть его подполкнуть к тому, чтобы он пошел на тренировку, на занятия. Но если вы видите, что действительно ребенок ни в какую не хочет заниматься этим видом спорта, то есть после выяснения того, что является причиной, потому что, может, это какие-то конфликты были, или, может, ему тяжело далеко добираться долго, тратить время, да, то если на самом деле ему не хочет этим заниматься, то стоит все-таки подумать о том, чтобы сменить спорта. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор, и то, что я вам рассказал, как-то поможет вам, когда вы будете отдавать ребенка в спорт. Спасибо, до свидания. До новых встреч!